Чемпионат России И начнем мы рассказ о нашей великолепной шестерке с самого опыта. Итак, Джамшет Рахмонов, 97-й год, номер тоже 97-й. Правый защитник, любимый напиток – холодный чай. Футбольный прототип – Филипп Лам. Этот сезон стал для Рахмонова уже третьим в молодежном первенстве. И первым, в котором по правам стал считаться лидером команды. Здесь и возраст уже заставляет, и футбольные качества обязывают. А они присущи как раз позиции, цепкость, выносливость, универсальность. Джамик надежен и очень полезен при своих подключениях. И надо сказать, что у нашей золотой молодежки в атаке присутствовал некий крен в сторону правого фланга. Это все активность Рахмонова. Она же принесла ему голевую передачу на Шкулезичах уже в дебютном матче в основе. Получилось так, что в центре поля перехватил мяч, отпасывал Голанину. Голанин, в свою очередь, отдал Игнатьеву. А Игнатьев взору в касание вернул меня во фланг. И там оставалось только навесить на голову Шкулезича, который хорошо подставил. Ты явно скромничаешь. Нет, все было, как рассказывают. Георгий Махатадзе, 98-й год, номер 70. Опорный полузащитник. Любимый напиток Фанта. Футбольный прототип Хави Алонсо. Почему Хави Алонсо? Потому что Жора умеет на поле уж очень многое. Предпочитает в одиночку держать всю опорную зону. Прекрасно разрушает, прекрасно созидает. Чувствует игру, диктует темп. Ни одна атака без Махатадзе не начинается. Вдобавок здорово исполняет стандарты. Как подача, так и прямые удары со штрафных в молодежном первенстве заставляли бояться многих оппонентов. А еще Махатадзе, как и Хави Алонсо, имеет в активе мяч, забитый с центра поля. Причем не где-то, а на юношеском чемпионате мира в Чили. Между прочим, с капитанской повязкой на плече. А впервые мы узнали о подобном таланте еще в молодежке. Уже привык, адаптировался, более-менее уже как бы не боюсь. Раньше первоначально, конечно, боялся, так стеснялся. А сейчас уже нет никакого мандража, ничего. Ты сейчас уже на равных сможешь смотреть на Тарасова, в стык пойдешь, не чувствуешь себя маленьким, что ли? Ну так, все равно, с осторожностью, конечно, в стыке. Все вот такие моменты, чтобы на тренировке, не дай бог. Ну а так, в целом, что можно и конкурировать, и потом уже. Сейчас пока еще рановато. Иван Галанин, 98-й год, номер 98. Атакующий полузащитник. Любимый напиток сок. Футбольный прототип Мисут Козил. Ваня всегда считался одним из самых перспективных в стране по своему возрасту. Как и остальные ребята, конечно, завсегдаты юношеской сборной. Ваня быстро адаптировался и в молодежном первенстве. Какие передачи он отдает, тонкий, умный и разрезающий, и черпачки, и пяточка, и на любой вкус. Когда оказывается на ударной позиции, все равно отдаст партнеру, если ему удобнее. Иногда, конечно, нужно быть более жадным. И Ваня стал им в последних турах. Три его мяча Кубани и Зениту запросто можно назвать чемпионскими. В общем, Галанин умница. Футбольный интеллект действительно поражает. Тоже, кстати, забивал с центра поля. Просто вижу, поле нормальное. Врожденный, наверное. Кажется, что тебе больше эстетического удовольствия доставляет именно голевая передача, нежели гол. Я согласен, я больше получаю дрожицы с голевого, когда Артема больше всего забивает Артем. Артем Галаджан, 98-й год, номер 57, нападающий. Любимый напиток – лимонад. Футбольный прототип – Радамель Фалькао, трехлетней давности. Лучший бомбардир молодежного первенства – 17 голов. И это при том, что из-за травм пропустил концовку. Аналогов Артема по возрасту в стране просто нет. Подобной бомбардирской чуйки ни у кого на этом уровне не встретить. Забивает нога на любой вкус – правой, левой, головой. Несмотря на невысокий рост, прыжок и выбор позиций впечатляют. Помним, конечно, о хитрике с ССК. Пока несколько не положат, сыт точно не будет. Важное качество. Кстати, британский табло The Guardian включил Артема в список 50 самых перспективных юношей. Комментарии здесь излишни. Зазвездился вообще. Перестал, наверное, со с ними разговаривать. Нет, то же самое, как ничего не изменилось. Как будто ничего не случилось. Признали и признали. Так, что с Као травки были и все. Так все так же. Сравнение с Фалькао. Я его слышал, кто очень был недоволен обо сны. Сейчас что, Фалькао сейчас не самый лучший нападающий? Он не больше всех избивает. Но я больше к таким стремлюсь к бомбардирам. Ни сколько игрой, сколько он в головах. Михаил Лысов. 98-й год. Номер 84. Левый полузащитник. Любимый напиток – чай. Футбольный прототип. Ранний Гаррет Бэйл. Миша пришел в молодежку вместе с Иваном, Георгием и Артемом. Играл за юношескую сборную. Однако долгое время не мог адаптироваться именно в турнире дублей. И вот стараниями и усердием Лысов добился места в основе. Забил много важных мячей в концовке сезона. Миша выделяется за счет характера, исполнительности. Любит работать на фланге. Упорно, как поезд, идет по нему до конца. Исправно грузит штрафную. Туда-сюда. Туда-сюда. Потому и ранний Гаррет Бэйл. Подобное сравнение Мишу не обижает. Да нет, не обижает. Я всегда такой игрок мирового класса. Че. Понятно, что все это авансы. Но преодоление и достижение поставленных целей – это лысо. Еще много всего надо сделать в молодежке. А уже сбор Сосновой. Поначалу было сложно войти. В другой темп сразу чувствуется, что все на других скоростях. И сложно адаптироваться. Даже вот психологически. Ну так, постепенно осваиваемся. И потихоньку. Иван Лапшов. 99-й год. Номер 42. Любимый напиток – молоко. Футбольный прототип – тяг усиливая. Ваня самый младший. В молодежке лишь зимы. Причем где-то даже несчастье помогло. Травмы более опытных центральных защитников. Однако с первых игр никакой нервозности. Все очень уверенно, надежно. Уже сейчас он ведущий центральный защитник молодежки. В единоборствах почти не уступает. В воздухе хорош. Все как положено. Но главное – это невероятное для его возраста чтение игры. За счет чего Лапшов действует всегда на опережение и при этом чистое. Как тебе сравнение с Тягу Сировой? Согласен или может кого-то другого выделил бы? Мне нравится вообще по игре Рамос. Он чисто играет, много забивает. И капитан своей сборной все-таки на уровне играет. К этому стремимся? Да, да, конечно, к этому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!